Ребята, всем приветик, приветики! Сегодня мы с вами продолжаем влоги. Я еще не закончила монтаж предыдущего видео, оно должно завтра выйти. Но для вас оно уже вышло, вы его посмотрели, надеюсь, что посмотрели. Потому что если нет, я не понимаю, сия. Сходит? Так, я в сторис записала сторисы в инстаграме, вот такие вот. И я спросила, о чем поболтаем, что рассказать вам. И смотрим, что мне вы тут написали. Куча всего. Начну снизу. Какой рост и вес? Рост у меня 168, а вес, честно говоря, давно не взвешивался. Думаю, что до 53, ну не больше. 53, это если я прямо вообще поправилась. Короче, пока я буду с вами болтать, что-то вам рассказывать, я буду делать салат. Салат у нас будет такой. Я все еще пока снимаю на вишай, поскольку мне только завтра должны привезти камеру. И это видео, да, я снимаю в тот же день, когда я снимала предыдущее видео. Просто я уже на нем закончила, и как бы много информации не надо. Я решила, что буду иногда видосы разделять. То есть несколько дней в одном видосе будет, поэтому не вижу в этом уж такого. Морковка мне понадобится для этого салата. Возможно, даже одной вот этого хватит. Посмотрим, хватит нам одной или нет. Если что, добавлю. Когда будет новая коллаборация? Вот что я хотела ответить. Я вообще не знаю. Сомневаюсь, что в ближайшее время будут какие-то коллаборации. Разве что с Кариной, со Славой, с мамой. У меня есть предложение от моих коллег-блогеров снять коллаборацию. Я сама была бы рада снять, но, наверное, не в данный момент времени. Я думаю, что многие понимают, почему. И, честно говоря, чем меньше людей я встречаю каждый день в своей жизни, тем сейчас будет полезнее. Я думаю, вы поняли, о чём я. Я точно знаю, где гуляют мои друзья. Тем более, что они в основном сидят в изоляции и нигде не гуляют. И вот с этими друзьями я готова встретиться с кайфом, гости позвать и всё такое. Но те люди, которые где-то тусуются, путешествуют, могу сказать, что я против этого сейчас. И я уж точно не хочу пересекаться с такими людьми в ближайшее время. Пока они не сядут на какой-то карантин, изоляцию, и не пройдёт две недели, я не убедюсь в том, что они не заразят меня. Я серьёзно настроена. Не вижу в этом ничего плохого. Я думаю, что даже блогеры поймут меня. Если вы согласны с моим мнением, то напишите об этом в комментариях. Освобождаем пространство. Я до сих пор не доубиралась. Я хочу сделать это сегодня, возможно. Скорее всего, по-хорошему бы надо продолжить, потому что я так с этим затянула продолжить уборку, что мне кажется, уже те комнаты, которые я убрала, они уже грязные. Так что надо, надо, конечно. Салатик вот этот я люблю. Его мы с мамой даже, по-моему, как-то готовили в видео. Он вкусненький очень. Я подумала, что почему мы постоянно одно и то же едим? Огурцы и помидоры с маслом оливковым. Сегодня я купила майонеза свежего. Так что... Единственное, что оно очень холодное. Берём тёрочку и начинаем. Ах, мне кажется, себе ногти сейчас сниму. Неудобно здесь это делать, поэтому всё меняем. Так, посмотрим, что у нас получилось. Не знаю, понравится ли такой салат слави, но мне должен понравиться. Много я его делать не буду, потому что если славе не понравится, сама я тоже столько не съем. Ого! Мне кажется, уже много получилось. Зато мы точно знаем, что одной морковки нам хватит. Обычную морковочку натираем. Это такой витаминый салат. Его так назвала моя мама. Теперь нам понадобится капуста. Посмотрим, что там дальше у нас по обсуждению. Поеду ли я на дачу к Карине? Да, конечно. Я поеду в четверг, скорее всего. Но я ещё посмотрю, как карта ляжет. Ну, думаю, что четверг, пятница. Думаю, что поеду, да. А вообще мне ещё нужно съездить на дачу к дедушке, потому что надо менять колёса. Надеюсь, что больше у нас не будет зимы. Так, снимаем верхний вот этот слой. Почему я больше ничего сегодня не готовлю, кроме салата? Потому что вчера я готовила, я это не снимала. Я дожарила всё оставшееся мясо. Гречку сделала свою любименькую. Надеюсь, Слава тоже её любит. Но, наверное, не так, как я. Поэтому сегодня, когда я купила картошку, он был очень рад. Вот такими штучками мы это будем резать. Где Слава? Почему видео его нет дома? Он в комнате, он дома, конечно же, никуда мы не выходим. Просто он, ну, не снимается и всё. Он там своими делами занят. Чего думаете, у него дела нет? Интересно, Вилочки, можно капусту? Мне всё можно. Почему я не еду на дачу к Карине? Ну, я решила, что пока не станет тепло, я не поеду. Тем более, что мне на даче делать нечего, когда там нет моих родителей. Точнее, не то, чтобы нечего, но я хочу поехать на дачу тогда, когда и мои родители там будут, а мои родители уже завтра поедут на дачу. Они и были на дачу, но возвращались в Москву. Наверное, моя мама смотрит это видео, и у неё слёзы текут. Потому что она это, конечно, всё делает виртуозно, а я не так круто это всё режу. Но, вы знаете, главное, я это съем, и мне будет вкусно. Я думаю, вот главное. Потому что я не совсем понимаю пока что эту технологию. Главное, чтобы вкусно получилось. Сколько поездок ты отменила из-за вируса? Мне, прямо, можно сказать, повезло в этом плане, потому что никаких билетов купленных никуда у меня не было. Каких-то там проектов куда-то улететь тоже у меня не было. И обычно всё как-то попозже планируется. Поэтому я рада, но я собиралась полететь в Грузию, и дедушка тоже должен был приехать. Сами знаете. Меня очень сильно удивили люди, блогеры, которые полетели в самый разгар. Я прям, ну, в шоке была, можно сказать. Так, салатик-то наш готов. Даже, по-моему, слишком много капусты. А, нет, сейчас мы перемешаем и посмотрим. И можно будет погреть еду и пригласить за стол всех наших товарищей. Мясо. Пахнет офигенно. Сейчас я погрею мясо. Гречку. Кстати, гречки не так уж и много, как оказалось. Прям вообще не очень-то много. Смотрите, всё съедено. Ну, я думаю, думаю, не надо схватить. Как раз на двоих классно. И, конечно же, нам понадобится майонез. Очень давно не ела салаты с майонезом. Я всегда раньше ела салаты с майонезом. И потом в какой-то момент перешла я всегда теперь с оливковым маслом ем. Странно. О, Боже, кто-то взорвался. Уже горячий? Теперь гречка. Люди у меня спрашивают очень часто, какое платье я выбрала и выбрала ли я платье на свадьбу Карина. Ребят, мне кажется, что сейчас это немножко не самая главная тема. И хочется как бы выжить, знаете, и не заболеть. Поэтому я сейчас по магазинам не хожу, платья не выбираю. И вообще непонятно, неизвестно, что будет к моменту свадьбу Карины. Потому что, как вы знаете, все мероприятия, где больше там какого-то количества людей, они не могут быть. Поэтому я просто надеюсь, что скоро это все закончится. Мы пойдем выбирать платье, а потом отмечать праздник свадьбу Карину. Вот и все. Вот что я могу вам сказать. На все эти вопросы про платье. Соль, перец. Вы что, вы заценили мои штаны модные? Это ночные штаны, у них можно спать. А еще у меня есть все ингредиенты, чтобы сделать любимый салат мимозы. Я, в принципе, могу его даже сегодня сделать. Поставить в холодильник. Завтра его есть, потому что... Потому что, когда он постоял в холодильнике какое-то время, он даже вкуснее. Кому-то достанется гречка, кому-то мясо. На самом деле, я просто люблю отдельно греть. С кем разговаривать, что? Сейчас мы сядем покушаем, и потом займемся с вами чем-то, надеюсь, полезным. Ребята, всем привет! Новый день. До этого вы видели вечер моего вчера. Хочу ее тапать как-то, как малышка. Вообще, хочу вам вот что рассказать. Сегодня у меня был просто жест, какой стрессовый день. Точнее, начало дня. Сегодняшнее начало дня у меня было просто жутко нервное, дурацкое, тупое. Даже не знаю, какие слова, но самые плохие. Во-первых, какого фига вы обижаете мою подругу Надю в комментариях на предыдущем видео? Я вам не позволяла. Вы можете обижать меня, можете, да, написать про меня гадости. Но моих друзей не трогайте. Смотрю в окно, а там чувак делает вот так вот. Отличная зарядка. В общем, я сейчас собираю взял таблет. Я безумно хочу жрать. Пока я все это делаю, я вам расскажу, что происходящее в моей жизни. Че мы там? Че мы там? Короче, я просыпаюсь рано утром. Видно, что у меня пропущены звонки от компании, от фирмы, от магазина, фиг пойми, как назвать их правильно, где я заказала фотоаппарат. Я им звоню, говорю, здравствуйте, я вот по поводу фотоаппарата, который я заказывала у вас. Мне говорят, ой, все курьеры уехали, вы не отвечали. Чтобы вы понимали, я вчера легла где-то до 9 утра, потому что я монтировала видос, потом у меня лагал комп, мне пришлось его перезагружать два раза. Вчера я настреталась, намучилась, но суть не в этом. Я решила потом выпустить видос, когда он уже загрузился на канал, обработался, я его решила открыть в 8 утра. И знаете, что я подумала? Проснусь скайпом, счастливо, в итоге просыпаюсь, а вы обижаете моих друзей. А, так вот, к чему я это говорю? Легла я где-то в 9 утра, я так и знала, что они где-то в 10 начнут мне звонить, и у меня был выбор. Вот, часто я уже поняла, что можно выключать интернет, вай-фай, или оставлять только звонки, типа сонный режим же есть в айфоне. И я его включаю всегда, но у меня есть избранные контакты, которые могут мне звонить. И чьи звонки до меня доходят при этом режиме. Они мне говорят, что, извините, курьер уже уехал, мы вам звонили, вы не ответили, уже, наверное, сегодня не получится. Я говорю, я фотоаппарат ждала еще вчера, мне его не привезли, мне нужен фотоаппарат. Я говорю, вы мне не звоните, типа в 10 утра я сплю, у меня не работает звонок на это время, потому что если я включу звук, то у меня будет миллион звонков и сообщений. Ну, понятно, я так сказала, потому что я была не в особо хорошем настроении, я начала немножко гнать, но без, понятно, без оскорблений, и просто такой, как бы, очень расстроенный, немножко злой, в бешенстве фоне, но при этом, как бы, воспитанный. Просто сказала, что не звоните мне, я в это время сплю, просто отправляйте курьера, я сделала заказ, я дохожу из дома в изоляции, я жду курьера, пусть прям без звонка приезжает, привозит меня, я его встречу, открою ему уже дверь, когда он позвонит, ой, зачем столько масла наливает, жаблет, договорилась. Я говорю, звони мне сразу дверь, и мозги мои не уноси. Вот, и он говорит, ну, мы постараемся сегодня вам отправить, если получится. Я говорю, такая, в общем, я решила их припугнуть. Я всегда говорю, то, что мне нужна камера, если получится сегодня вас отправить, то это будет замечательно, но там, если не получится, то, наверное, мне придется уже самой куда-то поехать покупать, либо заказывать в другом месте, потому что, ну, она мне нужна. Но на самом деле, реально, вот это как раз-таки о том, что я вам рассказывала в прошлом видео, что эти курьеры, вот они позвонили, все, мы уже уехали, не надо мне звонить, я заказала доставку. Ты мне, забери мою камеру, позвони мне там потом в 12 часов. Я еще знаю, что эти курьеры, они разные доставки доставляют, не только мне же одной. У них куча всего, что они развозят по разным адресам. В общем, я была в бешенстве, в ярости, и они сказали, что очень постараются мне сегодня прислать камеру. Вот, я думаю, все-таки им нужны мои денежки. И, короче, в итоге мне вот сейчас звонили, а сейчас, чтобы вы понимали, 5 часов уже, 5 часов, а я только делаю себе омлет. Несмотря на это, я сегодня успела исходить за кофе, помыла голову, накрасилась, то есть, ну, много всего сделала. Почитала комменты, поставила вам лайки. Это я к тому, что я могла уже позавтракать, и это был бы обед, но у меня это будет как бы завтра. Так, что мне надо? Ну и вот. И еще хорошие новости. Мне сегодня привезли подарочек по ссылочкам от Кинзо, которые мы с вами распакуем. Чуть позже стоит передо мной. И еще в ВПШ прислали свой мерч совместный с тобой. Это мы тоже посмотрим. Безумно интересно. Я сама еще ничего не смотрела, хотела все это на видео смотреть. Хоть бы ты был вкусный. Амлет мой любимый. Не люблю, когда много масла. Это все это из-за вас. Это вы меня отвлекали. Так что все вроде налаживается. Реально. Вот так странно. День так начался как-то очень злобно, грустно. Еще я не выспалась. А потом все как-то наладилось. Я прям рада. Зай, омлет готов. Потому что сейчас я его кому-нибудь другому отдам. Итак, ребят, я уже скушала омлет. Было очень вкусно. И даже ничего, что как будто бы масла я много налила. Все было супер, реально вкусно. И давайте начнем распаковку. А еще у меня для вас отличная новость. Потому что только что... Мне привезли новую камеру. Canon Smart 2 G7 X7. G7X. Новая. Несломанная. Идеальная. Гляньте. Круто, круто. Вот. Сколько я сейчас отдала денежек? 36500. 36500 я отдала. Еще защитную пленочку на экран взяла. 150 рублей стоила она. Все, можете больше не грустить. Влоги будут. Но мы начнем, пожалуй, с распаковки. Мягче. От ВПШ. И твое. Знаешь, что волнительно? Как мы с тобой поймем, что кому? Как мы с тобой поймем, что кому? Ну, вообще, учитывая нас с тобой, мы можем носить вещи друг друга. Футболка. Тут написано fake love. Поняли? Fake. Нестящая любовь. Здесь написано вот такой текст. Написано. Понятно. Кто будет это носить? Черты. Я худи хочу. Наверняка там худи. Да ладно, вместе будем носить. Все, уже расстроился. Офигенно. Посмотри. А где мои руки-то? Вот. Вот видите, чего произошло. Здесь, кстати, написан интересный текст. Классно. А здесь вот что. Так что, ребята, молодцы. Поздравляю вас с новой коллекцией. Спасибо за подарки. Подарки я люблю. Мы любим подарки. Теперь ты померяй. И потом бегом за кофе. Давай, давай, давай. Давай, давай. Ай, мой большой мальчик. Ой, вообще. А-а-а, да отлично. Отлично? Такой, что ты у меня такой гангстер? Гангстер, да. Максимально, чтобы все сползало до пола. Кельзор. Подарки. Очень-очень хочу увидеть, что там. Цветы-то я вижу, красотища. Ну что там? Зато сто, по-моему. Вот такой вот компус. Ладно, пофиг. Я же все равно сегодня убираться собиралась. Это же просто вода. Не удалась красивая распаковка. Ладно, я сейчас еще красиво подсниму и думаю, что все будет нормально. Ребят, смотрите, какую красоту мне прислали кинзо. Это настоящие цепочки. Такие вот новиночки. У них с удовольствием буду пробовать. Фловер байкинзо. Ого, Фиталь как рассвечивается. На самом деле этого здесь нет. Это из-за света. Я вообще, вы такое видели? Так, ситуация у нас следующая. Мне нужно убраться дома. Я постоянно об этом говорю, но я реально никак не могу доубираться дома. Это просто какой-то кошмар. Это какой-то бред. Время уже много, поэтому мне нужно прям поторопиться. Пипец, как сильно, потому что нам со Славой еще сегодня снимать видео. Столько дел. Для начала пошлите за вазой. Господи, я такая... Молодец, я статишь не сумел из-за того, что подсыпитесь и камеру носить. Какая ваза нам подойдет для тех прекрасных цветочков? Вы все уже у меня дома знаете, поэтому предполагайте. Вы, мои хорошие, помните, где у нас вазы стоят? Опять тут свет горит. Мне кажется, вот эта ваза отлично подойдет. Вот эту. Возьмем вот эту вазу. Главное не разбить, что я такая в последнее время рукожопая. Почитала комментарии. Какая-то девка такая пишет, ой, такая нудная и тяжелая стала в последнее время. Постоянно вздыхаешь. Надоели твои вздохи. Ты убегала? Я леденцовала, не смотри тогда. Потому что это бред, зачем писать такие неприятные вещи человеку, доброму. Какие красивые цветы. Вы только гляньте. Очень красивые цветы. Я искренний человек. Если я радуюсь, я радуюсь искренне. Если я не радуюсь, я так и говорю, я ненавижу всех. А вообще, ребята, хочу вам больше посоветовать. Всегда настаивайте на своем, добивайтесь своего. Если бы не мой сегодня вот такой процент наглости немножечко, да, вот чуть-чуть, то, возможно, мне бы камеру не привезли. А я сказала то, что я тогда в другом месте закажу. И они такие, мы не хотим потерять клиента, наш золотой клиент. Ну и вот, и прислали камеру. Ой, мне еще сегодня готовить надо. А еще смотрите, какая ленточка у меня осталась. От цветочков. Я что, сумасшедшая выкидывает такие красивые ленточки? Тем более, что она отлично подходит к моей футболке. Серьезно вспоминаю старинный фильм Матильды, который я смотрела в детстве. А вы смотрели? Напишите, кто смотрел пипец, как интересно. Он прям супер старый. Про девочку, которая что-то там в 4 года уже сама готовила. Что-то такое. На самом деле, мне просто дико впадло сушить голову, поскольку мне это занимает обычно миллион лет. Но не сушить голову тоже плохо. Во-первых, наручные волосы. А во-вторых, я переживаю, потому что через мокрую голову можно простить. Еще что хотела сказать. Какая-то девчонка написала комментарий. Юля, ощущение, что ты простыла, но боишься об этом сказать. Какая аллергия в марте? Типа, это очень странно, она написала. Очень странно, что я на самом деле простыла. Всем говорю, что это аллергия. И типа, это странно. То, что я стесняюсь всем рассказать, что я простыла. Короче, меня так пугают такие люди, которые себе в голове что-то придумывают и выдают это за действительность. Типа, знаете, одно дело, когда человек пишет, у тебя реальная аллергия или ты простыла. Если что, скажи, типа, не бойся, все будет в порядке. Хотя чего бояться? Если я болею, я так и говорю, я болею. Если я не болею, я так и говорю, я не болею. Если у меня аллергия, я говорю, я с аллергией. Короче, я просто в шоке с этих людей. Я ей написала что-то типа, это очень странное. В общем, иногда я люблю отвечать в комментариях. Надо стараться чаще отвечать хорошим ребятам, хорошим комментаторам, а не всяким, которые придумывают себе что-то в голове и выдают это за действительность. Все, раскручиваем фотоаппарат. Надоело нам это. Привет, Жай! Здесь блевотина. Ты это будешь доедать? Вы это будете доедать? Ну вот. Ну, милость, спасибо. Ну, что ты такая с бантиком милая? Да я милая, по-твоему? Ну да. Да ты просто влюбленный. Так, ты чего залезла? Ну-ка, слезай быстро. В общем, тут опять все в пыли, как вы могли догадаться. Мне сказали, что... Ну, в комментариях написали, что нужно купить сушилку для белья, и тогда вся эта пыль от белья будет оставаться в сушилке и не выходить за ее границы. Вива! Ты видишь, что мама делает? Ты видишь, что мама делает? Вив, ты понимаешь? Ты не помогаешь мне. А еще стирка появилась новая. В общем, как всегда, много дел. Юль, круто, что ты музыкой занялась. Ты не поверишь, что я тоже вчера начала. Так вдохновляю, что за вчерашний день создала шесть мелодий. Продолжай в том же духе и делись с нами. Ладно. Все у меня спрашивают, что это за программа, где создавать музыку. Эта программа называется Ableton Live 10. Суйте. Ableton называется. Ableton Live 10. Ну, это что меня бесит? То, что нужно убраться дома, потом приготовить, потом убраться на кухне после того, как ты приготовил. Я бы хотела, чтобы я просто приготовила, и все. Но все равно потом надо убираться. И меня это жутко бесит. Типа, мне приходится... Мне хочется сделать либо уборку, либо готовку. Но если я готовлю, мне приходится еще и убираться. А если я убираюсь, то я просто убираюсь. Понимаете? Но я люблю домашнюю еду. Кстати, я не хочу забегать вперед, точнее, прыгать выше своей головы, конечно же, я не умею так делать. Думаю, что только спортсмены это смогут сделать. И поэтому я думаю, что, конечно, никакой трек для своей песни я не пишу. Я просто придумаю мелодию, которую можно будет поставить видео, например, на фон. Давайте представим, что такая музыка играет. Вы рассказываете вам какие-то интересные вещи, играет на фоне вот такая музыка. Мне вообще очень весело проводить с вами время. А теперь представим, что другая мелодия играет. Вы знаете, я хочу рассказать вам одну очень грустную свою историю. Однажды в детстве Моя бабушка напугала меня. Она сказала, что если я буду высовывать ноги из-под деяла, то меня волк удащит в лес. Мы жили на даче. После этого я всегда сплю в носках. Вот такая история. Отлично, но нам нужно веселое, вы же понимаете. Прикольный звук. Возьмем его. Как я создаю музыку? Смотрите, что у меня есть. Клавиатура. Я просто тыкаю везде. Я так изучила много программ в своей жизни. Final Cut, iMovie, Garage Band. Да! И это выучу. Отличная музыка. Очень расслабляет. Какое интересное звучание. Чего? Даня, ты что-то джемишь, что ли? Да. Ты же не хочешь со мной джемить? Покажи, что получается. У меня вообще такой релакс получается. Даже не знаю, что это за стиль. Молодец. 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 Ну давай я пока тут, давай я тебе покажу что-нибудь. Расскажу. Слушай. Руда. Это типа битбокс? Я не знаю. Слушай. Видишь, у тебя красная горит. И чё? Это значит, что это пики, да, это значит, что слишком громкая. То есть типа вот эта штука должна быть зеленая. Что это за красный резкий такой? Как сделать ее тише? Ты делаешь тише все. Она все еще красная. Да, просто еще тише надо. Какой звук тебе не нравится? Вот этот первый? Вначале какой-то. Это, блин, он вообще не сечет, ребят. Ты вообще не сечет, занимался 10 лет или сколько? Это, блин, помехи. Они офигенно добавляют какой-то необычный звук, типа че это было. Смотри. В совокупности они дают вот что. Ты, Балда, смеши. Нет, это мой проект. Он не коммерческий. Пришел тут? Короче, ребята, я сейчас буду создавать трек, хит-трек, а потом покажу вам, что получилось. Хитяра. 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 Хитяна. Боже мой, да я же и этот самый диджей Итак, ребята, всем привет, новый день И сейчас мне нужно быстро убираться, потому что через час где-то или полтора часа Мы с Кириллом Черкасовым будем проводить прямой эфир Трансляцию в инстаграме И сегодня у меня пипец как дофига всего Из-за того, что вчера я очень мало спала, у меня не было сил не убираться Ничего, короче, делать у меня не было сил В ванной всегда очень много пыли оседает Поскольку здесь ты переодеваешься Все моешь Плюс, когда моешься, пар идет и пыль оседает на пол, приклеивается, в общем, сами знаете Поэтому сейчас будем мыть Я планировала завтра поехать на дачу, но я не знаю пока Подумаю, посмотрю И, скорее всего, я думаю, что, наверное, не завтра я поеду А послезавтра Потому что слишком много дел Ютька, не бойся, мой маленький-маленький сладкий малыш Знаете, это такая хорошая тренировка Я думаю, что я более-менее держу себя в форме Из-за того, что я часто дома убираюсь Я знаю, что я часто дома убираюсь Я знаю, что 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 дома убираюсь Какая же хорошая Погода Прям вот везде окна Открыли Не холодно, свежесть такая Прям супер вообще Прям знаете, в такую погоду спать хочется Дневной сон Итак, сейчас я собираюсь покушать Вот курочка, которую я вчера подарила Если вы думаете, почему я собираюсь кушать одна Слава сказала, что он не хочет кушать У меня очень вкусное пюре получилось В этот раз Ни одного комочка, все идеально Ой Я его сразу съела А ведь это просто маленькое пюрешко упало В общем, я вам говорила, да, что камеру привезли А, я же вам показывала Я такая счастливая Так, ну что ж, ребят Вот в таком вот наряде Я проводила трансляцию вместе с Кириллом Она уже закончилась Мы где-то час и пять минут болтали И знаете, что самое тупое, что мы выбрали не самое лучшее время для трансляции Поскольку в это время все начали проводить трансляции И люди бедные разрывались Сейчас в рулетках одни дрочеры пишут Ну, короче, я полностью серьезно отношусь Вот, так что сейчас мы приступаем со Славой к созданию трека Поэтому буду работать на другую камеру Но вас тоже пущу немножко за кадр того, что происходит, когда мы снимаем видео Славе про автотюн, трек Вот, и немножко за то, за травочку такую вам дам Потому что мое вот это видео выйдет раньше, чем на канале Славы Я тут навожу красоту Кстати, у меня во влогах, то есть в комментариях спрашивают, где кабинка Вот она, просто я эту комнату редко показываю Поскольку тут Слава часто сидит, тусит, своими делами занимается Так что вот такая вот комната Тут шарики, его уже, правда, сдулись 26 ему Вот такой мне взрослый парень Мужик Вот, а, кстати, на балконе я тоже разбиралась Недавно Тут, видите ли, тут такая ситуация, что, конечно, разбираться-то можно Но все равно выглядит очень захламленно Вот это мне, кстати, надо на дачу будет отвезти Ну, потом, наверное, когда мы там ремонт доделаем Это обои, которые мы будем доклеивать в квартире Но, понятное дело, не сейчас, не в такое время Никто не придет к нам домой обои клеить Там у нас запасы туалетной бумаги Никогда такую не беру Какая-то, ну, незнакомая мне Но, что поделать Это стойка славы для этих синтезаторов И поскольку сейчас в комнате нет для нее места Мы поставили ее на балкон И я придумала ей такое применение Поместить сюда рюкзачки И свет вот такой круговой у нас есть Вот, там вода Это вивьенины, пеленочки Что еще, что еще? Чемодан, внутри которого еще два чемодана А тут, по-моему, какая-то обувь Кстати, надо будет тоже потом разобраться А это, как я называю, сумка вивьены На случай апокалипсиса Тут ее вкусняшки И корм ее там Три пачки Я это тоже все закупила Чтобы не ходить в магазин собачий Когда все нафиг закроют Так что вот, в целом, очень уютненько Миленько Обои тут, конечно, тоже хочется поменять Но мне нравится эта комната И несмотря на то, что тут стоит такая бандурина Все равно как-то все органично Как будто бы, знаете, типа тут черные прибамбасы Тут черная, диванчик Такой прям студия звукозаписи Вот тоже Эти шарики Знюшки Сейчас уже начнем снимать Скоро Не знаю, сколько времени это у нас займет Слава говорит, что мы будем делать хаос Масик, что значит хаос? Я не разбираюсь Ну, прошлое видео у нас было, типа Хоп Нет, у нас был трэп Трэп? Трэп А хаос так а? А хаос это как ЛДЖЕЙ Этот мир Больше мне эффектов Больше Не жалей Лей-лей, не жалей О, еще больше Это очень сложно Боже, я обожаю эту рубрику Просто, ребята, скидывайтесь Лайками И комментами Да Оу, да Нет, там мое начало Есть хорошее? Мы только что закончили записывать Видо Славы Сейчас полтретьего Мы закончили петь Записывать Это все на видео А сейчас мы уже выключили камеру Попрощались для Видео Славы И теперь одно тоже Из самых сложных моментов Улыбайся Ты напишай Тебя снимает камера Теперь одно из самых сложных Второе по сложности Ладно, ну не второе Там много всего по сложности На самом деле В создании такого видео Рубрики Славы Это все это свести Четенько, красивенько обработать Чтобы прям, ну, настоящий трек Получился Потому что сейчас это как бы Франкенштейн с какой-то стороны Куча разных кусочков Которые еще нужно собирать Разбирать Туда-то так крутить Верзять Хочу сказать, что мне безумно нравится Что получилось Мне очень нравится Припев Пушка Просто бомба Все нравится Я прям очень довольна Я вот прям с кайфом Хочу это слушать в машине Ну или дома Потому что мы поем про карантин Не знаю, в общем, как получится Но пока есть возможность В машине Потому что я поеду на дачу скоро И я думаю, что Слава как раз За сегодня, за завтра Уже все доделает Добьет так называемое И я уже смогу это послушать С кайфом Очень нравится, ребята Все вот лайк поставьте И я надеюсь, что вы посмотрите это видео Потому что реально Мы очень много тратим на это времени Так что вот И я тоже с вами, наверное, прощаюсь уже Потому что Потому что Больше я вам ничего Сегодня уже не расскажу И не покажу Надо будет мне сейчас Либо прибираться Либо монтировать это видео Наверное, прибираться уже пока не буду Но видео смонтировать надо Поскольку, скорее всего Завтра уеду все-таки на дачу Но я еще не решила до конца Но, возможно, к вечеру Завтра поеду на дачу Так что, спасибо большое всем за просмотр Надеюсь, что вам было весело Интересно Если вдруг что было не так Не обижайтесь Не обессудьте С дачи тоже буду снимать влоги Конечно же С Кариной Поэтому ждите С Кариной также хотим Трансляции попроводить Что-то такое В общем, думаю, что будет много всего классного И фотки Наконец-то поделаю фотки На природе На свежем воздухе В общем, круто А еще, когда буду ехать на дачу Тоже, скорее всего, буду снимать влог Все, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok